Бородинский поле Михаил Богданович Барклай де Толли У нас в гостях историк Александр Смирнов и Виктор Безотосный Здравствуйте Виктор Безотосный Выпускник исторического факультета Московского государственного университета Кандидат исторических наук Заведующий отделом Государственного исторического музея Автор книг и публикаций по истории войны 1812 года Руководитель коллектива авторов энциклопедии «Отечественная война 1812 года» Александр Смирнов Выпускник военной академии ПВО сухопутных войск Главный научный сотрудник Государственного исторического музея Автор научных публикаций книг по истории Отечественной войны 1812 года В том числе краткого терминологического словаря По артиллерии начала 19 века Место Барклая не может быть ниже места Кутузова Занимаемого в истории Отечественной войны 12-го года И в особенности в истории заграничных походов российских войск Да, получается, что Кутузов первый среди равных, но они равны Ну, как говорил Пушкин, как говорил Орловский, автор памятников Что зачинатель Барклай, а завершитель Кутузов Заслугу Барклая в том, что он спас армию Спас тот, будем говорить, скелет На основе которого можно было всегда развернуть новые подразделения Новые части, новые соединения Для продолжения борьбы с вторжением наполеоновских войск Спас благодаря продуманному отступлению Активному отступлению То есть не просто это было отступление А отступление с боями, с тяжелыми арьергардными боями Но это было отступление с определенной целью И отступление отнюдь не по воле одного только Барклая А по заранее разработанному и согласованному с императором Как с верховным главнокомандующим планом Барклай-де-Толли Михаил Богданович Русской транскрипции Родился уже в семье русского офицера Готлиба, отсюда богом данный Богдан Отсюда его отчество Богданович Михаил Богданович Он был поручиком И имел право на дворянство Но корни Барклая-де-Толли, шотландские корни Они идут еще с 17-го столетия Его предки покинули Шотландию Бежали оттуда по религиозным и государственным разным причинам Да, это было типично для того Шотландцев очень много было рассеяно по миру Но с 17-го века, с конца 17-го века прошло очень много времени И его предки осели в Швеции Сначала, потом перебрались в Прибалтику И фактически, по национальному сознанию Он был уже немцем Потому что все его предки женились на немках Осели в Риге А Рига тогда был немецкоговорящий город Дед его уже был бургомистром Риги Потом эту должность унаследовал и его родной дядя И его двоюродный брат Который жил уже при нем вместе Ну, происхождение его было, конечно, дворянское Род Беркли оф Толли Или потом транскрипция Вот этого на французский Барклай де Толли В шотландских летописях сохранился Славный род Другое дело, что в Прибалтике Его, как бы, вообще русское дворянство Считало его, у него, что он такого Темного происхождения Поскольку, вот, с одной стороны Часть родственников занималась торговлей Это для дворянства было, так Скажем так, нетипичной И не очень приветствовалось Ну, вот, отец действительно его Вступил в русскую армию Дослужился за чинопоручика Получил дворянство И, таким образом, обеспечил дворянство После он вышел в отставку И Барклай де Толли родился после Но, по национальному самосознанию Безусловно, он был немцем Тогда ведь не придавали значение национальности Тогда придавали двум вещам значение Это подданство Подданство А он был русский подданный Он родился русским подданным И вероисповедание А по вероисповеданию он был литеральным Не православным, но литеральным В общем-то, это в России так принималось Не любили католиков, скажем так А литеране, во всем случае Все немецкое дворянство Оно служило верой и правдой Российской империи И получало чины И никаких препятствий им не чинили Наоборот, даже это было, может быть Даже плюсом Другое дело, что даже вот в рядах Немецкого рыцарства Которое составляло адзейское дворянство Барклай тоже не особенно принимали Вот даже такой пример Вот его родной сын, единственный Магнус, или Эрнест Был полковником кавалергарского полка Флиглеридантом императора И когда он женился на баронессе Кампенгаузен То вот весь род Кампенгаузен Считал, что это такой вот мезальянс Хотя он был уже по наследству князем Сыном фельдмаршала Генерал-фельдмаршала И тем не менее род Кампенгаузен Считал, что это вот, ну так Он снизошел до рода Барклая Как он воспитывался? Ведь он не просто стал военным Вот так вот взял и стал Отец его... Не совсем, он на самом деле Воспитывался не в семье С трех лет он был отдан Его мать была из рода Смиттенов Это прибалтийский род Прибалтийский род, бедный род Эстлянских дворян И сестра его была замужем За бригадиром фон Вермелином Он командовал новотроицким Карабинерным полком в свое время И вот он воспитывался фактически В семье дяди И вот в самых ранних лет Он был участником Семилетней войны Как бы такой хороший Вояка русский С немецкими корнями И он воспитывался в этой семье Поскольку все-таки Вот отец его был Бедным человеком Он воспитывался там И фактически вот Дядя же его устроил в полк Он был записан в полк Гефрейд Капралом тогда И когда он начал службу Он начал службу там В 76-м году На действительную службу Он уже вступил 15 лет где-то Да, да, да Он вступил в службу Уже в Ахмистром Конный полк Вот потом уже перебрался В другие части Поскольку в конном полку Служить было трудно С точки зрения Материальной обеспеченности Он был не тянул Вот А потом уже его заметили Его заметил сначала Генерал Паткуль Взял своим адъютантом А потом принц Ангальд Это дальний родственник Екатерины Второй Который мало того Еще заведовал Кадетскими корпусами Всеми Вот Ну и поскольку А потом фактически Вот такой толчок Был дан Вот участием в войнах Каждое участие в войне Приносило ему чин За отличия То есть он отличался В сражениях Вот в русско-турецкой войне Там при Бендерах При Германии И потом против шведов Последняя война В 18-м веке Против шведов Там он отличился Где как раз Принц Ангальд Погиб Даже вот Он именно ему Барклаве Своему адъютанту Вручил шпагу Которая вот При нем хранилась Эта шпага Находилась всегда при нем Русско-шведская война 1808-го Девятого Годов Велась Россией За установление Полного контроля Над финским И Ботническим Заливами Российские войска Заняли Южную Финляндию И Аланские острова И вошли На шведское побережье Война завершилась Фридрихгамским миром По которому Финляндия перешла От Швеции К России На нем пишут Что он Был чушь Муштры Вот такого Унижения Солдат Тоже был хорошим А он Командовал Поднимался Действующей армией Он командовал Егерским полком А егерский полк Это вот Полк Который Действует В рассыпном строю Там важна Инициативность Там важна Индивидуальность Солдата И как вот Командир Он это понимал И Ну плюс ко всему У него не было Там крепостной Крестьян Как у большинства Русских Вариан И поэтому Тут масса Факторов Слилось Чтобы На самом деле Будущие полководцы Многие полководцы Отечественной войны 12-го года Они как раз В свое время Прошли Командование Егерскими частями Это и Багратион И Боговуд И Кутузов И Кутузов Да А все Они прошли Через эту школу Егерских полков Это очень важно Я спрашиваю На его примере Я хотел бы Объяснить Как формировался Вот тот самый Костяк Русского генералитета Который дал потом Виктор Михайлович Очень правильно Подчеркнул Что у него Не было крепостных То есть отношение К нижнему чину У него было Не как К вчерашнему крепостному Не высокомерное Не надменное А он относился К ним С заботой И вниманием И пониманием Самое главное Вот это очень важно Для настоящего Начальника Для настоящего Командира Который вместе С солдатами Делит все тяготы И лишения Воинской службы Очень важно Относиться Заботливо К подчиненным Заботиться О подчиненных Это первая задача По-моему Как была В российской Императорской армии Так она и остается На сегодня Не понебратство Нет Боже упаси А именно Забота Забота о подчиненных Потому что В основном То ведь Они Несут на себе Всю нагрузку Войны Нижний чин То есть Солдат и сержант Вот Исходя из этого Он поступал Точно Так как Учил Суворов О заботе Забота о солдате Кстати говоря Он при Суворове Даже немножко Повоевал Да В 94 Году Он командовал Гренадерским батальоном Тогда И за это Получил Кстати При штурме Вильна Нынешнего Вильнаса Получил Это Восстание Польское восстание 94 Года Он получил Георгия 4 класса Вот И как бы Стал георгиевским Кавалером Это тоже Ему помогло И после этого Он стал командовать Уже егерскими частями Ну а К действительности Вот Его взлет Его взлет Приходится на 806-807 год Когда он Отличился уже В боях Против французов Это Сражение Во-первых Он командовал уже Орергардными частями В 806 году Да Он разгромил Наседавших на него Французов Нет Он не разгромил Он Сдерживался Отбился Отбился Да Потом Отличился Командуя Правым флангом Русских войск В сражении При Пултузке И В сражении При Прейсиш-Эйлау Это первый день Сражения Когда французы Пытались взять Прейсиш-Эйлау Его части Как раз Обороняли Этот город Сражение Под Прейсиш-Эйлау Состоялось 7-8 февраля 1807 года Между русско-прусской И французской Армиями В начале января Русская армия Под командованием Венихсена Начала наступление На запад Целью разбить Корпуса Нея и Бернадотта Однако Из-за нерешительности Венихсена Эта возможность Была упущена Наполеон Собрав войска Зимних квартир Перешел в наступление С целью Отрезать русскую армию От сообщения Сражение 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 не имело Решающего успеха Ни для одной из сторон Потери каждой стороны Составили Около 30 тысяч человек Барклай там получил Тяжелое ранение Вот после этого После этого Его заметил Александр Первый Его увезли лечиться Это когда он в руку Был ранен Да Тяжелое ранение Тяжелое ранение Он посещал В госпитале Да Его увезли в мебель Мебель Где находился И прусский король Вот И там его посетил В госпитале Александр Первый Вот Считается Что вот тогда Там Барклай ему рассказал Как нужно Убивать против французов Но одно дело Когда простой Генерал-майор Высказывает свое мнение А другое дело Военный министр Те планы Которые вот он задумал В 890 году Понимаете Генерал-майор Может все что угодно Предлагать Но когда Уже человек Которым лежит Вся обязанность Военного Как военного министра И ответственность И ответственность И обязанность Это совсем другое Уже Вот Он как раз Эти предложения В какой-то степени Может и были реализованы Но Он уже это делал Сознанием Дело Сознанием Дело Он получил чин Генерала-лейтенанта После этого И командир Занял должность Командира 6-й дивизии Который участвовал Русско-шведской войне 807-808 Годов И там отличился И вот на самом деле Вот это очень важный момент Значит За переход Русских войск Через Ботнический залив По льду По льду Да То есть Любой момент Даже не зимой Это ранее весной Любой момент По льду Любой момент Мог налететь ветер Этот лед сковырнуть И весь отряд Который шел На шведский берег Мог просто погибнуть Не сделав ни одного выстрела Вот за это Вот его произвели В генералы От инфантерии В полные генералы Произвели причем В один и тот же день Одним и тем же приказом Да Вместе с Багратионом Но другое дело Что Багратион Значился в приказе первым То есть Он был старше Это не просто так И выслуга в генеральских чинах У Багратиона Была дольше И слава его Больше конечно Была дольше Он раньше получил Генерал-майора Потому что в 12-м году Но дело в том Даже не в этом дело А в том Что Получилось так Что те люди Которые командовали Барклайем До 809 года Он подчинялся им В 805-м В 806-м году Они командовали Авангардами Он у них был в подчинении Дивизиями Он у них был командиром бригады Они оказались в подчинении Барклая В 12-м году Практически все командиры корпусов Были старше его В чине генерала-лейтенанта Как это Интересно И как раз Была обида на него То что их Опередили Обскакали Да Буквально все Абсолютно все Практически все Масса людей Подавала прошение Об отставке В 809-м году Если против Багратиона Как бы считали Что он заслуженно То Барклай То ли он как бы вот Выскочил так вперед резко И отсюда вот тоже Неприятие генералитетом Его фигуры В 812-м году Именно отсюда В первую очередь Но назначение Между прочим Его ведь министром В 810-м году В 810-м году Да Ведь это было Не без Рекомендации Рокчеева Который столкнулся С ним Вплотную В период Финляндской Или шведской Компании Он же смеял Рокчеева На посту Военного министра Да Но рекомендовал Его на свое место Именно Рокчеев Да Рокчеев Который с ним Довольно Резко столкнулся При подготовке Вот этого Перехода На шведский берег Но видимо Это столкновение Дало Рокчееву Понять Насколько Этот человек Вникает В детали Всесторонне Сначала Готовит Этот вопрос Или готовит Это движение Войск А только потом На него соглашается Вот это убедило Рокчеева В ценности Этого человека Алексей Рокчеев Граф Генерал от артиллерии Фаворит императора Павла I Комендант Санкт-Петербурга Генерал-квартирмейстер Всей русской армии И инспектор артиллерии С 1808 по 1810 Военный министр Затем Председатель Департамента Военных дел Государственного совета С 1815 года Доверенное лицо Императора Александра I Единственный докладчик По большинству Ведомств Барклайд То ли закончил Победонос На эту кампанию В 1809 года В конце А в 2010 году Уже был назначен Военным министром Это закончилось Тем, что Финляндия Перешла К Россией И он, кстати Стал, по-моему Генерал-губернатором Да, да, да И командующим корпуса Которые Войсками Которые находились На территории Финляндии И генерал-губернатором 2010 год Это когда Две империи Российская и Французская Уже как бы Пришли к пониманию Что война неизбежна То есть вопрос времени был И перед ним Как военным министром Была поставлена задача Подготовить русскую армию К войне И надо сказать Что с этой задачей Он справился Но если сравнивать Допустим Компании 1805-го 806-го Особенно 6-го и 7-го годов То русская армия Но по обеспечению Там конечно были проблемы Всегда Потому что эта война Без проблем не бывает По обеспечению Конечно она была Ну На порядок выше Не испытывала Никаких особых лишений Таких Вот понимаете То есть он С этой точки зрения Подготовил Потом он подготовил Армию с организационной Точкой зрения Армия получила Просто стройную систему Но это вот видимо Вот Немецкая закалка Четкая Дивизионная Корпусная система Которая действовала Потом еще 40 лет Ну даже больше Фактически Это такой толчок Был дан Правильной организации Армии Когда Ну вот допустим Почему мы проиграли Остерлицкое сражение Во многом Потому что Не было постоянных дивизий Там даже не дивизий Там колонны были То есть вот колонна Там за несколько дней Сформировалась Взяли части Перетасовали Дали командира Войска даже не знали Своего командира Не было штаба Штаба какого-то Организационного начала Который бы мог Успешно командовать Вот он всю эту Линию выстроил Выстроил Мало того Дал высшее Войноуправление Перевооружение Перевооружение То есть Стрелковое оружие 808 год Принимается новое Но естественно Оно готовилось Дальше Артиллерия у нас Постепенно Переходит Система 805 года Но внедрение Это ее Шло ведь не Не сразу Сегодня приняли решение Завтра всех перевооружили Нет Надо было сделать Эмное количество Того или иного оружия С тем Чтобы оно не уступало Ни в каком отношении Оружию Вероятного противника Потом еще Боевая подготовка Вот он как Бывший командир Егерского полка Обратил внимание На стрельбу У нас как бы Вот в русской армии Было так всегда Столкновение Штыколюбов И огнепоклонников То есть Ну вот это Суворовское выражение Пуля дура Штык молодец И русские войска Всегда Пытались взять Вот ну таким Штыковым ударом Но уже возросли Возможности Стрелкового оружия Огонь как бы Он стал основным Поражающим фактором И вот как раз На это обратил внимание Но когда Если до него Русскому солдату В год выдавалось Шесть пуль На стрельбу То и солдат Стрелять фактически Не умел И боялся стрелять А вот именно Барклай-де-Толи Заставил командиров Учить русскую армию Стрельбе Прицельной стрельбе В первую очередь Какие данные Получал император Ну генеральный штаб Или вот Разведка Разведка Да Это же выбор Стратегического направления Готовились воевать На территории Еще как Во-первых Надо сказать Что Барклай-де-Толи Безусловно Можно его назвать Организатором Русской военной разведки При нем Официально Русская разведка Получила штаты Была организована Во-первых Особенная канцелярия При военном министре Не особая Особенная Она так называлась Вот Которая занималась Вопросами Ведения разведки За рубежом То есть В каждом посольстве В каждую страну Европейскую Направлялся офицер Ну вот То что Сейчас называется Наверное Военный атташе И вот Благодаря деятельности Этих офицеров И потом Аккумуляции Всех полученных сведений Анализа этих сведений Русская разведка Четко выдала Рекомендации Командования Во-первых Был четко Определен Состав Великой армии Которая может Нападать на Россию Примерная Численность 450 тысяч Это первый Эшелон Наполеона Четко Очень было Собственно Так и попали Вообще 600 тысяч Это первый Первый эшелон Который вошел И примерно Так За 600 Как бы Оценка Всей численности Которая будет Действительно Наполеон Ввел В Россию По разным Подсчетам С 610 До 680 тысяч И самое главное Четко Был выработан Стратегический план На первый год Затягивать войну Вглубь территории И по времени Когда у Наполеона Есть численное Будет численное преимущество Ни в коем случае Не вступает Генеральное сражение До момента равенства сил Вот это четкая программа Которая была предложена У Барклая Было несколько планов И план наступления В Европу Такие планы у него были И план отступления Вглубь русской территории Но по политическим соображениям Был принят вот этот план И согласован с Александром Первым А уже как бы Стратегический план Дальнейший В том что после того Как Франция потерпит поражение Развернуть Как бы Борьбу за освобождение Германии Тоже с политическими целями И этот фактический план И потом был реализован В 13-м году Конечно Роль Барклая Как человек Который подготовил Русскую армию И Главное указал Как действовать Ну Не вызывает Никакого сомнения Вот тут мы прервемся И поговорим На следующую тему Если Барклая С одной стороны Он Вот ему Обязано Своим рождением Главного разведного управления Генерального штаба Или ГРУ Как мы сейчас говорим То есть военная разведка Как менялось отношение К этому человеку Вот В российской историографии Ведь то что сейчас мы говорим Очень показательно Ведь Есть мнение Что вот якобы Россия не была готова К войне 12-го года Никто ничего не знал Что диспозиция была выбрана Ошибочно И так далее Ну Сказать что никто ничего не знал Наверное это нельзя Очень хорошо даже знали Все знали И не случайно Например Денис Давыдов В своем дневнике Записал еще в период Тильзитской встречи Когда тут взаимные объятия были Взаимные награждения Он записал Что 12-й год Стоял уже перед нами Русскими С своим Ружьем С штыком В крови под уло Своим ножом В крови по локоть То есть все понимали Что это Так сказать Это театр И больше ничего Потому что нужна была Россия передышка После бесконечных Военных событий В том числе И война Наполеоновские войны Ведь начались Это уже пятый год Участие России Активное участие И далеко не всегда Удачное А расходы были Арбию нужно было Ну скажем так Подготовить к более Серьезным столкновениям Поэтому передышка Была нужна И той и другой стороне Поэтому обе стороны И согласились на это Встреча императоров Александра I И Наполеона Состоялась 7 июля 1807 года В Тильзите В результате Личных переговоров Был заключен Так называемый Тильзитский мир Россия соглашалась На создание Великого Герцогского Варшавского И присоединялась К континентальной блокаде Англии Отдельный акт Оформил Наступательный И оборонительный Русско-французский Союз Почему иногда Предъявляют Претензии Вот Наполеон Смог Собрать Огромную армию Извините меня Наполеон До этого Подчинил Разными путями Покорил Подчинил Так сказать Вел в орбиту Своего Своих интересов Всю Европу И диктовал И поэтому Воинские контингенты Практически Всех стран Европы Были включены Великой армии Отнюдь не по желанию Может быть Фактически Своя Европа Против нас Своевала Они обязаны были Юридически Принимать участие Двуна 10 языков Ну правда Это не случайно названо А ведь Россия Хотя она и велика И по численности Как говорится Не уступит По общей численности Населения Но Извините меня Россия же не могла Формировать Бесконечно Воинские части Все определяло С наличием Средств В казне Казна Определяла Можно еще один полк Развернуть или нет Не случайно же Александр Первый Обратился К дворянству И к купечеству С просьбой Помочь на войну Помочь уже После начала войны Потому что Казна была Пуста Практически А воевать Приходилось А мы с вами знаем Что тогда Что сегодня Что самые большие Траты Это траты На войну Так же было И тогда Поэтому Максимально Что Россия Могла Сделать Она сделала Она сделала И дипломатическим Путем Это заключение Мира с Турцией И освобождение Целой армии Дунайской Которая Перешла Сюда Вот на Северо-запад И приняла Участие Она на завершающем Этапе Когда Нужно было Она как раз Соединилась С третьей Слилась Под названием Третьей армии Вот Но факт тот Что это дало Возможность Теперь Стабилизация Отношений Со Швецией Мирные договора Которые мы заключили С новым Шведским монархом Будущим Маршалом Французским Наследником престола Наследником престола Он стал Бернадотом Ну фактически Да Его и памятник Конный стоит В столице Швеции Сегодня Вот Он же Основатель Основатель династии Да И это же Позволило нам Корпус воинский Из Финляндии Перебросить Сюда Опять же На театр военных действий Опять же Самый Против Наполеона Да Тогда Когда это было нужно То есть Это тоже элементы Подготовки к войне Поэтому Конечно Скрыть Это Было невозможно Я бы сказал Так что Дополняю Александру Александровичу Что просто-напросто В советский период По аналогии С Великой Отечественной войной Нашим историкам Ну скажем так Даже С политической точки зрения Было выгодно Сравнивать Двенадцатый год И Сорок первый И Отсюда Вот это вот Тезис о том Что мы к войне Были не готовы Война была Внезапной Вероломной Внезапной И отсюда Масса каких-то Моментов Которые Прямое Сопоставление С сорок первым годом Это Играло В первую очередь Нарвку Иосифа Виссарионовичу Сталина Ну он сам это и сказал В ответ Отполковнику Разину Через журнал Большевик Он и сказал Отсюда идет Его и сравнение Он тем самым Себя обелял Искажая события Двенадцатого Подгоняя Под сорок первые Если сравнить С Кутузовым И он отсюда и сказал Что Кутузов Там на две головы Выше чем Барклай Хотя может быть Даже ничего обидного И не было сказано В адрес Барклая Но ведь Понимаете У нас масса людей Появилась Которые стали доказывать Что Барклай Не знал русского языка Что он был крепостник Немец крепостник А еще и немец Да 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 И вот пошло 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 И не даром Его русская армия Не любила в двенадцатом году И вот Конечно отступательная тактика Никому Что был наязан Да 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 Чуждым народу Царским режимом Да И только уже там После я не знаю Там двадцатого съезда Мы начали потихоньку Пересматривать свои позиции Колебаться вместе С Генеральной Лениной партии Да С генеральной линией партии И тогда уже На Барклая Как бы Более-менее здравый смысл Обратили внимание Историки И начали его Хоть как-то обелять Его фигуру В досоветский период Все-таки его не обходили забвением Ну достаточно упомянуть еще раз о том Что вы говорили Перед Казанским собором Фигуры В росе Они просто так поставлены Да Поставлены с определенным смыслом С определенной идеей Авторской Но Например В 2007 году О чем нельзя не говорить В Черняховске Это нынешняя территория Калининградской области Появился первый В истории Конный памятник Барклаю-де-Толли То есть Такой Конный памятник Классический Правильный памятник И Он представлен Не так как Багратион Допустим На памятнике в Москве Или на памятнике В Тбилиси На лошади С обнаженной саблей В такой боевой позе Барклай-де-Толли Хоть он и посажен На коня В этом На этом памятнике Но На Перед ним На коленях Он расстелил карту Он решает проблему По карте Прежде чем выхватить саблю Там и Скакать галопом Вот эта характерная черта Для Барклая О чем мы уже говорили Неоднократно Вот эта предварительная Проработка всех деталей Продумывания И так далее За что тоже его Многие современники Считали Что никому это не нужно Чем он занимается Надо Вперед И никаких Разговоров Вот Эта деталь была учтена Автором памятника И Надо сказать Что Ну так сказать Как положительное явление Нашего времени Новое явление В определенной степени Это то Что памятник Был сооружен На спонсорские средства Свою работу Как говорится Пожертвовал Народу Автор памятника И Сделан памятник Был установлен Открыт В 2007 году На спонсорские средства Надо опять же Отдать Должны тому Что в Риге Где был Открыт памятник Барклайо де Толи В рост К столетнему юбилею К сожалению Он недолго Просуществовал Потому что В 915 году Его убрали В период Первой мировой войны Вот И он пропал Фигура Эта бронзовая В рост пропала Но вот В 2002 году Она была полностью Восстановлена Один к одному С тем проектом Или с той фигурой Которая была На этом месте Постамент оставался И вот В 2002 году Это было возрождено Это появилось Там же В Риге В Риге Да На площади Все как положено У нас появился Бюст Барклайо де Толи В Смоленске На аллее героев Да Но он же Как раз Соединены Там представлены Собственно Символ спасения армии Да Там представлены Скульптурные портреты Генералитета Командовавшего Войсками Первый и второй День боев За Смоленск Там он присутствует Ну Надо отметить Еще один Интересный Малоизвестный Факт О том Что На территории Германии Волгале Это Регенсбург В этом Постройка середины 19 века 844 год Но в стиле Античного Храма Пантеона Где Где представлены Да Знаменитые немцы Но именно Немцы Независимо от того Где они проживали И подданными Какой страны Они были Именно прославившиеся Лица этой национальности И в этой Волгале Есть бюст Барклая де Толли Там всего По-моему Два Там Дибич Дибич И Барклая де Толли Вот два Человека На русской службе В подписи Под бюстом Ясно написано Что он был Генерал-фельдмаршалом Русской службы Но Считается Что Он Как немец Он себя проявил Очень высоко И вполне Достоин того Чтобы его Портрет Скульптурный Находился Вот В этом пантеоне Славных людей Немецкой нации Двенадцатый год Это защита России Во-первых Русское общественное мнение Привыкло к наступательным войнам Привыкло к войнам Победного века Екатерины А тут Потом Аустерлиц Потом Фридланд И конечно Во-первых Русский офицерский корпус Горел просто Желанием Отомстить французам За те Два досадных поражения А мы Начинаем Отступать Ну и представьте себе Действительно В тех условиях Когда огромная армия Огромная армия Ну вот примерно Больше 600 тысяч Ну 450 тысяч В первом эшелоне У русских На западной границе Ну от силы 200 тысяч Ну 250 Преимущество Два раза Еще При том что Командовали все-таки Французскими войсками Прославленные маршалами А во главе стоял Ну гений войны Как тогда считали Наполеон Да и он был кулак А наша армия Да, да, да Барклай что Добился тем Что начал отступать Самый мощный удар Который Наполеон Мог нанести В 12-м году Он нанес воздух Он под Вильно Действительно Планировал Виленскую операцию Разгромить русских В приграничном сражении Вот этот удар Пришелся по воздуху Русские Начали отступать Начали отступать Ситуация Планово Планово отступать Да, да, да Четко по приказу Четко по приказу Знали когда Перейдут Границу Это результатом было Потому что Превосходство сил было Что же это Ну понятно Любой грамотный Штабной офицер Ну в этих условиях Принял бы Наверное Нормальное решение Другое дело Что допустим К чему Багратион Выступал Что вперед Вперед Он стоял Как бы Против Герцета Варшавского Там против него Мало сил было А разведка его Вот разведка Багратиона Работала только На Герце Варшавского Он говорит Ну там же Дайте мне ударить Но если бы он ударил Тогда бы Такой разрыв Между первой и второй Западной армией Получил Вот этого Наполеон и добивался Чтобы русские пошли вперед А он тогда Вот этой массой бы Раздавил бы Удалось Барклай Ведь он же от имени Императора имел право Командовать Нет 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 Они на самом деле Багратион и Барклай Обладали одинаковым правом Они были главнокомандующие У них права были Только на свою армию И подчинялись они Только императору Но фактически Первый период войны Император находился При армии Барклай-де-Доли И фактически Он был главнокомандующий Хотя он не принимал Официально Вот что он Командует русскими Войсками Но Барклай с ним Ещё очень важен был момент Почему Барклай Стоял Ну скажем так Во главе Вот И давал указания Командующим армии И других Он был командующим Большей армии На одном и том же Театре военных действий Это предусматривало Его как бы Прерогативу Распоряжаться Ну в определенной степени И остальными тоже А то что военный министр На самом деле Военный министр в то время Это не та должность Которая нельзя сравнивать С обеспечивающей И всё Да Он отвечал за хозяйственную деятельность За обеспечение войск А вмешиваться В оперативное управление Он не имел права И каждый главнокомандующий Мог четко Это не работало Это не работало Абсолютно нет Он мог только от имени императора И то только Если император согласился бы на это Но когда император Уехал из армии В Витебске То тогда значит Вот как раз и сложилась Та ситуация Когда две русские армии Вот таким эллипсом Отступали К Смоленску И каждая действительно Могла быть разгромлена По ходу движения Но тем не менее Избежав поражения Они соединились Под Смоленском И тут вот Такая коллизия возникла Что С одной стороны Да Генерал Барклайт Командует В двое Большей армии По численности Он еще занимает Должность военного министра Особо Ну скажем так Приближенно Приближенно к императору Отношения с императором Были доверительны И император одобрял его планы Во всяком случае У Багратиона Были гораздо хуже У него там Были большие трения С императором Вот И Багратион Добровольно Принимает на себя Что он подчиняется Барклай Ну Сегодня он добровольно Мог принять Решение о том Что он подчиняется Барклая Завтра он может сказать А я тебе не подчиняюсь Юридически Никаких Вот К нему То есть он мог принять решение Действовать самостоятельно Что он мог принять решение Развернул корпуса Вот так Веером И русские приняли решение Начать наступление Но Барклай Он собирал Вот Вроде бы у него ничего нету А вдруг Через день Через два У него просто вся армия Под рукой Вот на поле сражения И он только Под Смоленском Сказал Что вот Три дня Три дня наступления А потом останавливаемся И как раз Наполеон сделал То что он сделал Он просто перебросил С одного Берега Днепра На другой Всю армию И На Смоленск Пошел в тыло И В этих В этих условиях Уже Сюда запад Да Сюда запада В этих условиях Как раз После Недолгой обороны Смоленска Мы продолжили отступление И вот этот Резкое неприятие Русско-офицерского корпуса Резкое неприятие Генералитета Самой Самой фигуры Барклая Сыграло роль Возникла так называемая Генеральская позиция Лидером ее Негласным конечно Был Багратион Багратион И он писал письма Переписка интересная Вообще Он писал Рокчееву Писал Рокчееву Да Не понимая того Что Рокчеев не будет Защищать его точку зрения Однозначно Писал Ростопчину Что Ростопчин Московский генерал Губернатор Да Чтобы тот тоже Надавил на Александра Первого Но там наверное Сыграло другое Его Генерал-адъютант Александра Первого Шувалов Как раз в это время Отбыл из армии И вот он как бы Своё мнение Донёс Александру Первого Которая решила Наверное Перевесила чашу И в это время В Москве Восьмого августа Император утвердил Кутузова Главнокомандующая Багратион С таким же возмущением Писал в частных письмах Рокчеева и на Кутузова Кого вы там Вроде Хороший гусь Названный князем И вождём То есть Он Не всегда понимал Вот этот Политес Скажем так На верхних эшелонах власти И поэтому он писал Правда Все его писанины Оставались без Такого сильного внимания Потому что Кто-кто Рокчеев-то понимал Что решение Почему император Принимает именно Такое решение Да Здесь ещё и был Государственный подход И ресурсы И перспективы И фон На котором эти решения Даже не приняты И последствия Тут нужна была В первую очередь Русская фамилия И то чтобы Нужен полководец Который пользовался Доверением армии Потому что Армия конечно Безусловно Была недовольна Победоносной Полководец Который пользовался Таким был Ну Какой-то Совсем Не знаю В австралиице Он командовал войсками Австралийское сражение Было проиграно Хотя там Говорят Что он Потом вроде бы На турецком фронте Себе реабилитировал Да нет Действительно Он боевой генерал Был Должность После заключения Бухарецкого мира Он же не получил Да Он был Вот Он был неудел Он уехал в свое имение В горошки И там сидел И добровольно Приехал в Петербург Узнав о вторжении Неприятеля в России Сам По собственной инициативе Там тоже вопрос Запутанный Там Сложности есть Тоже своего рода Не так все это просто Период между Вот Назначением Кутузова Вородинским сражением Это очень тяжелое Ведь для Барклая Было время Ну собственно говоря Он же остался в армии Он исполнил свой долг До конца И отлечился Ему было предложено Так Ему предложено Было ли Оставить пост Военного министра И остаться Главнокомандующей Первой армии Или Уехать в Петербург Да Ну Он выбрал Он считал Что в военное время Он должен остаться Командовать армией То есть раз он начал Значит он должен Как честный человек Как офицер Вот Он остался И в общем-то Выполнял все указания Кутузова Он как раз много полезного Сделал Да Много полезного Это вот В частности С укреплением Левого фланга Бородинской позиции То есть именно Барклай обнаружил Что левый фланг Может быть легко обойден На первом Варианте Размещения войск И он заставил Ну если так можно сказать Кутузова Приехать на место И самому убедиться В слабости Левого фланга А левый фланг Занимали войска Багратиона Между прочим Ну и считается Который писал Против него Что не русская кровь Течет в его жилах Не больно Ну он Такой был очень Человек-то Эмоциональный Поэтому ему Можно все простить Ну на самом деле Генералы действительно Были недовольны Тем что Вот иностранцы Как бы правят бал Поскольку речь шла О спасении Отечества А иностранцев В русской армии Было там До командной должности До сорока процентов Занимало Люди с иностранными фамилиями Нашествие это было иностранное Или с похожими фамилиями Другое дело Что было Александр Первый правильно делал Что он иностранцев привлекал Ну а Или они бы сражались На стороне Наполеона Или против Наполеона В составе русской армии Ну лучше наверное Второй вариант Чем первый Я думаю Ну то есть Тогда переход из армии В армию Это было нормальное явление Да Когда Наполеон Разгромил прусскую армию Многие офицеры Не пожелавшие служить Наполеону Скажем так Поскольку прусский контингент Влился в великую армию Они перешли на службу в России В российскую армию То же самое с австрийцами было Тоже австрийцами А большое количество Французов-эмигрантов Генералов французских Ну эмигрантов Роялистов так называемых Причем служили верой и правдой Это не то что там они Монкировали Нет Барклай Барклай вот мы начали программу Тоже с этой фразы Что он искал смерти На сражении Прикровенно Что был ранен Лошади под ним Погибли несколько Пять штук Безусловно Он считал Что он действительно Надел Генеральскую форму Полную Парадную Шляпу с промажами Чтобы не заметить нельзя было И в то время Действительно Главнокомандующие Они полевыми армиями Не прятались И Багратион не прятался Впереди войск Мог прийти И собственно Получил ранение И Барклайды То же самое Ну вот И Он считал Что лучше погибнуть в бою Раз вот И доказать хотя бы армии Что вот он Ну хороший генерал Что он русский человек Что он за Россию Вот это пословица Его стойкости До Бородина Или после До 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 Бородина Посмотри на Барклая И страх не берет Да Нет Он был Как бы таким Ну и были такие Вот образцовые Генералы Которые во время сражения Там генерал Палин Например Петр Петрович Вот говорили Что вот он Когда На войне Он ведет себя Так же как вот В быту Вот все То же самое и Барклай Человек вот Ну непроницаемый Как будто Есть война Нет войны Вот как на войне Так и Не на войне То есть он не устраивал Такую браваду Например Как устраивал Милорадович Именно чтобы Как-то вот Показать себя Когда он мог Завтракать Впереди Передовой линии Своих войск Устраивать себе Завтрак Специально Демонстрирую Я вот плевать Я вот плевать хотел На противника Я буду делать Очень Опять же Завтракать на барабане Ничего такого Пафосного Он себе не позволял Нет Нет Ну во первых У него И привычки Такой не было Сивности Все таки он был Сыном бедного офицера Вот И достаточно бедно Офицеры Жили всегда Скромно жил Конечно Скромно И воспитывался В такой Вот после Брадийского сражения Конечно К отношениям Может быть К него Немножко так успокоилось Но все равно Было еще Военный совет В Филях Где он высказался На самом деле Там парадоз Заключается в том Что правило Там Кутузов Кутузов Ему важно было Чтобы кто-то сказал Москву надо оставить И вот Понимаете Смешно С одной стороны Немец Втоль Выбрал позицию Под Воробьевыми горами У Москвы На Воробьев На Воробьев А сзади Москварика Представляете Ну да Все бы туда Потом значит Немец Бениксен Начальник главного штаба При Кутузове При Кутузове Защищал Что надо вступить В сражение А немец Барклай говорил Не надо вступать В сражение И император нас поймет Если мы отступим И с императором Это согласовано Но вот как Кутузов догадался Что Барклай Выскажет именно Эту мысль Первую И он ему дал Слово Первому Потому что Кому выступать Назначал Кутузов Военный совет В Филях В деревне под Москвой Собрался 13 сентября 1812 Чтобы обсудить вопрос Давать ли сражение Под Москвой Или оставить город Без боя На совете присутствовали Барклайды Толли Бениксен Докторов Ермолов Коновницын Кайсаров Астерман Толстой Раевский Толь И Уваров Выслушав Мнение Участников Совета Кутузов Принял решение Оставить Москву В журнале Военных действий О военном Совете В Филях Было записано Обратясь к членам Кутузов Сказал Что с потерянием Москвы Не потеряна Еще Россия И что первую Обязанность Поставляет он Сберечь армию Слизится к тем войскам Которые идут К ней За подкрепление И самим Уступлением Москвы Приготовить Неизбежную Гибель Неприятеля И он Предложил Сначала Послушать Барклая И Барклая Предложил Оставить Москву Без сражения Но он Обосновал Точку зрения Колоссальными Потерями В том числе В офицерском Составе Вторая Западная армия Фактически Перестала Как организационная Единственная Существовать Начиная с самого Клоннокомандующего Который был тяжело ранен И увезен С поля сражения Вот он Обосновал И вот это вот Движение По Рязанской Дороге Тоже Это его Идея была Ну там Она была потом Несколько Видоизменена Но не в этом Дело Вот главное То что Москву Надо оставить Ради сохранения Армии Потому что Пока существует Армия Существует Надежда Победить Подойдут Резервы Должна подойти Молдавская армия С Балканского театра В Америке Он все учитывал То есть В это время Он еще рассуждал Как я бы сказал Верховный главнокомандующий Ну Стратегически То есть Он мыслил Совершенно Не так Как другие генералы Шире Глубже С большим пониманием Дела Ну Наверное Барклай Как Багратион Не сорвал Из себя бинты Узнав А это еще вопрос Срывал ли Багратион Эти бинты Багратион Умер от гангрены Мы не знаем Точно Вот На момент Так называемого Срыва винтов Бинтов Действительно Он был в состоянии Это сделать Может у него Была просто Высокая температура И уже Все равно Было бы летальное Патриотических страстей Был очень силен В этот период Это не вызывает Сомнений никакого Потому что Те же слова Вот Бениксона Например О защите Москвы Поставили Вот в генералитет Вот Ну Как бы С одной стороны Есть логические Обоснования Отступить А с другой стороны Надо бы Все таки Защищать Как это будет воспринято Да Тут еще вот это Играло роль Допустим Вот Кановницын До конца жизни Не мог себя простить То что Оставили Москву Например Писал Он был конечно Мужественным человеком Кутузов его А Кутузову это нужно было Чтобы не он первый предложил Он же что написал Когда император Потребовал объяснить Почему Оставлена Москва Император Для него как снег на голову Когда он узнал Что Москва оставлена До этого же писал Он же не от Кутузова Это узнал Он же не от Кутузова От Ростопчина То Кутузов что написал В объяснении Он написал Если бы не был сдан Смоленск Ключ город То и может быть И Москва Не была бы сдана Это кивок В чью сторону В сторону Барклая После этого Он понимал Раз его поставили Значит отношение К Барклая Императора Изменилось И как говорится Раз он уже упал Можно его добивать Без болезни А он очень таким тонким Дипломатом был Кутузов А Кутузов Царедворец был И царедворец Дипломат он Что наверху Как куда А что Барклай Ну что Барклай Барклай как раз В это время написал Прошение Об поставлении должности После Москвы Да После вторудина Вторудинском лагере Он получил разрешение От Кутузова И отбыл И как раз В этот период Узнав Это А это все было Обубликовано Для чем Сан Саныч говорил Что Оставление Москвы И следствие Оставление Смоленска Вот Он начал писать Так называемые Оправдательные записки Несколько вариантов Написал И пытался Через императора У императора Получить разрешение На их публикацию Уже как бы Вот после Победоносного Кончания Компании 12-го года Французская армия Была разгромлена Но император Не давал ему Император его Не защитил С ним согласовал Планы действий С Барклаем А когда Вот стали Раздаваться голоса Ему не выгодно Императору было Что это не наш человек Его надо заменять Там и так далее И так далее Он хранил молчание То есть он его Подставил Под этот удар Даже высшего Высшего звена Руководства Страной И дворянства Важно было Что ругают не его А ругают какого-то генерала Ругают Барклая Когда назначали Кутузова И давали ему Колоссальные полномочия Которые до этого Никто не имел На театре военных действий То император Он прекрасно понимал Что если Все закончится Успешно Все лавры Падут на голову императора Так и случилось Когда он приехал В Вильно Да Уже все закончено По существу Россия освобождена Неприятель уже ушел И он естественно Возглавил поход за рубеж Он во главе Он Кутузов какое-то время Еще там до апреля Существовал Но уже все вопросы Решал штаб императора Который при нем Находился То есть получилось Два штаба Кутузову просто представлен Был его любимый генерал-адъютант Волконский Который был назначен Начальником штаба У Кутузова И фактически Через него Все решения принимались Он заставлял Кутузов чисто номинально Был уже присутствовал При всем Ну он уже действительно Был тяжело болен Видимо Ну да А получилось так Что все-таки Было принято решение Вернуть Барклая В действующую армию А собственно Что этому мешало Дело в том Что Кутузов 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 же Там же ведь Обвинили Чичагова Адмирала Чичагова Который командовал Третьей западной армией И его надо было убирать А кого назначать Кого назначать Назначили Витгенштейна Нет нет Сначала Третьей западной армии Кого назначать И Кутузов Вот четко У него есть письмо Что я с Барклаем Сработаюсь Я с ним не ссорился Как бы Это не Бениксена тоже убрали Кутузов убрал Вот И кого назначать Нету Ну как бы Генералов Такого ранга И назначили Барклая Вызвали его Из Из Тляндии Где он там В имени Бекгов У жены сидел И он снова приехал И получил назначить Командовать Третьей западной армии После Сражения При Дрездене Там Союзники Потерпели поражение Начали отступать В Агемские горы Что называется И Наполеон А у Наполеона Проблема После русской кампании У него не было кавалерии И он бросил В преследование Корпус Ван Дамма 37 тысяч человек С целью Нанести уже Окончательное поражение Союзникам И вот как раз Русские войска Окружили Корпус Ван Дамма И разгромили его полностью Сразу же поменялась Стратегическая ситуация И за это Барклай был награжден Георгием первого класса Это высший военный орден За 12-й год Единственный Кто получил Георгия первого класса Это был Кутузов В конце кампании Он был первый Полный кавалер Все четыре степени Суворов не имел Всех четыре Вторым 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 Стал Барклай В 13-м году За сражение При Кульми То есть это Важное значение было Второе конечно То что Уже командуя Русско-прусским Резервом Или там 127 тысяч человек Достаточно мощная сила Как раз В Лейпицком сражении Это огромная битва Битва народов Называют ее еще Войска Барклая Сдержали Держали центр Фактически Вынесли Главную тяжесть Этого Сражения Трехдневного Его войска Вот Тоже как бы По заслугам Оценено Было И самое главное Самое главное Вот в 14-м году Когда Наполеон Одел Как говорили там Итальянские сапоги То есть он стал Генералом Итальянской компании 96-го года Еще вот Молодости Он бил союзников Небольшими силами Где он появлялся Там Союзники терпели поражение И тогда Тогда Вместе с Александром Первым На военном совете Барклай поддержал И отстаивал Идею о том Чтобы Бросить Какой-то заслон Против Именно Наполеона И идти на Париж Если возьмем Париж Война закончится Так и произошло Мы взяли Париж И война закончилась Наполеон вынужден был Отреться от престола Наша программа подошла к концу И я с вами, уважаемые эти зрители Вынужден проститься на этом Чтобы продолжить наши экскурсы В историю Ровно через неделю Всего вам доброго До свидания